Катастрофические последствия нам обещают. Почему западные страны все время повышают планку конфликта, не веря в то, что Россия применит ядерное оружие? Дай мавпи гранату и вона усих подерва. Так можно сказать про российского диктатора Путіна и его оточения. Адже заявы про можливое застосование ядерной оружии звучат на России все частейше. Начинаем давайте с новости, которая повергла в шоку Вашингтона весь коллективный запад. Войска поставлены серийные тяжелые баллистические раскеты «Сармат». Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования. На боевом дежурстве заявил верховный главнокомандующий. Этими словами Путин, очевидно, передает привет в том числе президенту Макрону, который давечу рассуждал об отправке европейских натовских солдат на Украину для борьбы с русскими. Путин прямо сказал, все, чем пугает нас, Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, грозит уничтожением цивилизации. Для понимания, гиперзвуковые носители ядерного оружия «Сармат» способны развить скорость 15 махов, то есть 15 раз выше скорости звука. Дальность их поражения 18 тысяч километров. То есть «Сармат» может дотянуться до любой точки на нашей планете. В полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. Войска поставлены первой серийной тяжелой баллистической ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Ну, по-перше, щойно Путін зізнався у своих злочинах, підтвердив використання ракети «Циркон» проти українців. По-друге, бункерний заявив про готовність стратегічних сил не просто так. Таким чином, він лякає Захід, щоб той відмовився від допомоги Україні, щоб не передавали нам ракети великої дальності, чи, наприклад, не дай Боже, відправили своїх військових. Прежде чем идти войной на Россию, Макрон, допустим, не помешало бы спросить Путина, откуда в русском языке появились такие слова, как «шаромыжник» и «шантропа». Я напомню, что «шаромыжник» — это боец распитой армии Наполеона, который в лакмоте бродил по дорогам России и каждому встречному говорил, «Дорогой друг, я хочу есть шва». Это павшая, дохлая лошадь, которую ели французы от голода. «Шантропа» — оборванные бойцы наполеоновской армии, которых за хлеб хотели спеть или потанцевать. Впрочем, историческую память Западу словно отбила. Путин заявил, что вместо мощной, независимой и прочной России Западу снова нужна Россия в времен 90-х. Зависимая, угасающая, вымирающая пространство. Главная цель западных стран, по словам Путина, это развал России. Ні США, ні Европа ніколи не погрожували Росії ядерною зброєю. Кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі загрози та шантаж з боку західних країн, постійно обіцяючи відповісти на ці погрози. Так було і з початком збройної агресії. Мовляв, якби вони не почали спецоперацію, то колективний захід розпочав би війну проти Росії. Очевидно, що руки натиснути червону кнопку у них дуже сверблять. Ми дійсно втягнули своє время в цю ядерну гонку. Президент правильно сейчас сказав. Неважно, багато нас воружений чи мало воружений. Вони должны бути настільки effективними, щоб як следует профилактировати наших недрогів. І це такий сигнал, що ми повинні бути високотехнологичній державою, яка нам реально дозволить зберігати любі угрози. Але якщо щось произойдет, ми применимо при такому уверенному президенті. Все це жоско і, надеюсь, професіонально. А можна ли вообще думати о довгосрочному будущому, якщо в послании звучить тема ядерной войны? Це действительно дуже важливий вопрос, який ми задаємо. І я себе задаю вопрос. Я действительно не можу понять, почему... Ми до сих пор надіємося, що ядерне оружіе – це оружіе здерживання. Якщо поударитися зараз і не думати вже про ЕГЭ. Почему западні країни все время повишають планку конфлікта, не веря в те, що Россія применит ядерне оружіе? Мне кажется, їм тоже треба думати вже о довгосрочному будущому. Почему? Потому що вони відноситься к цьому легкомысленно. Але тепер, коли вони увиділи, що дійсно це оружіе продемонструємо на полі боля як середство доставки, там можуть бути тепер і інші компоненти, в тому числі ядерні. Але зараз можна задуматися. Вместо цього ми слышимо, що ми собираємося послати солдат НАТО на Україну. Президент тоже, він редко це говорить, але іноді говорить, третій раз на моєму пам'яті, що любе, так сказати, столкновення вооруженних сил России з блоком НАТО закінчиться ядерной войною. Причем ядерной войною не локальною, никакого там выборочного применення тактического ядерного оружія, тем более на територію України. Це глупість. Але ні, ви що, це не погрози. І взагалі, виявляється, Путін ніколи не шантажував світ ядерною зброєю. То його просто не так усі зрозуміли. У нього спокійна, мірна ріторика, пояснює Валентіна Матвієнко. Як у вас настроєння по результатам услышаного? Путін сказав, що задача грандіозна, гроші треба, теж, зрозуміло, не мало, а от по міжнародній часті. Як ви поняли, який він дал сигнал тем, хто следив именно за цей компонентою послання? Там же і про сармати, понятне, і про НАТОвський контингент було сказано важне. Але, прежде всього, я думаю, що не тільки у мене, але у всій країни сьогодні буде приподнятое настроєння. Ну, звичайно, приподнятое настроєння. Недаремно ж називають Валька стакан. Прежде всього, це спокійна, мірна ріторика. Некакого раздраження, нікакого переполоха, іспуга, нічого цього немає. Чіткою, внятний сигнал, що Росія захищала і буде захищати свої національні інтереси, що Росія не буде не вести никаких переговорів, якщо не будуть учитыватися наші інтереси. То, що Росія, мірна країна, і не ми, а наші так называемі западні партнері, ініцієрує, напрямі, ініцієрує конфлікти, включаючи український конфлікт. І, ви знаєте, я думаю, що у всіх людей буде таке спокійство на душе, що Росія надіжно захищена. Захищена волі президента, захищена теми мощними видами оружія новими, які способні противодіювати будь-якій угрозі. Та повернімося до маразматичних заяв х**а. Через ці його постійні погрози деякі західні лідери і справді стримують себе в допомозі Україні. Та Франція, напевно, вирішила йти в вабанк. Прем'єр-міністр Габріель Аталь заявив, що Франція може відправити своїх солдатів до України для захисту певних кордонів. І назвав Росію прямою загрозою. І все це після вже озвучених Кремлам погроз. Кінець, ми стоїм на порогі апокалипсисів. Це очевидно. Другой вопрос, сможет ли человечество зробити шаг назад? І ли зараз уровень політичних лідерів таков, що вони будуть продовжувати робити шаг за шагом, не опасаюся за свою судьбу, личну судьбу? Від очевидно, що коли Макрон заявляє о тому, що наша задача, вместе з ним, його гальський п***, прем'єр-миністр, повторяє, що для нас головна угроза – це Росія, то тем самим, де-факто, Франція п'ятається объявити війну Росії. Франція вступає на стороні нашого врага. Що значить, що ми прийшлим війська, щоб вони займалися чим-то? Це в історії Франції вже було. Що і цим ми проіграли? Переносимося к нашому, так сказати, любимому Макрону тепер. Вроде как от нього все открестились, да? Але один человек, Габриэль Аналь, остался. Це його... Ви неправильно произносите його фамилию. Хоча я догадываюсь, на що ви пытаетесь намекати. Я вообще не... Аталь! Да, Аталь? Ну... Аталь! Он говорит, що я... Он открытый гей, но не очень понятно, що значить открытый или закрытый. Вот це для мене тож всегда загадка. То есть, открытый – це як? В аналогах історії вже. Ну, він сказав, да, я там согласен. Вот, видите, 35-летний человек, который в прямому смыслі своей задній сделал себе кар'єру. Вот... Щас не будем развивать эту мысль, да? Не будем? Ну, як скажете. Хотя, в общем, много интересного можно... Я не сомневаюсь. Вот. Ну, ладно. Так вот, этим... Макрону и этому Аналю нужно знать очень важную вещь. Когда он... Они собираются отправлять воинский контингент сюда. Вот. А это, соответственно, возможно, и ядерная борьба тут уже... Ядерная держава же собирается делать. Соответственно, надо знать, что у нас один Сармат с ядерной боевой частью и с десятью боевыми блоками самонаведения уничтожает 650 тысяч квадратных километров. Один Сармат. Это площадь, сопоставимая с площадью Франции. Так, для того, чтобы... Может, ему никто не сказал просто. Надо это ему объяснить, что это будет вот так. То есть, когда президент... Он же приезжал как-то вот... Было. И когда ему президент Владимир Владимирович сказал, вы что, правда, собираетесь воевать с Российской Федерацией? Вы, правда, собираетесь, народ Франции, воевать с Российской Федерацией? Вы этого хотите? Кто-то стоит, глазами хлопает, что-то, а что? А вот этот вопрос. Ну, то есть, он с ума сошел, или что с ним случилось? Да, війська НАТО еще не отправили, а их уже всех поплавило. Пропагандисты намагаются навести страху, малюючи апокаліптичное майбутнє у випадку доведения Росии до останней крапли. Абсурдность цього розумеют деякі і російські військові експерти. Товарищ полковник, катастрофічні послідсвя нам обещають в случае, если мы. Таким, это будет быстро, поэтому нет оснований обсуждать? Я думаю, нет оснований обсуждать, поскольку будет быстро и даже до определенной степени безболезненно. А мы исходим из того, что не будет никогда, потому что наши мудрые руководители остановятся в нужный момент. Такие заявы могут делать лишь божевельные. На жаль, ядерные боеголовки у Москвы есть. И откидать им верность их использования никому не важно. Россия понимает, что програет и програет, тож может вхопиться за последнюю соломинку. Один сармат, и все. Были британские острова, нет британских. Но мы же серьезные люди. Нет, а вот я и серьезные говорю. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунд. Ну и вишенька на торте. Или, как говорят, не Францией единою. У Финляндии заявили, что не против, если Украина будет использоваться их оружие для ударов по России. И от этого нового Соловьова разорвало. Вот очередной финский Калининград заявляет о том, что они не против, чтобы Украина по собственному усмотрению решала, какие города России должны подвергнуться ударам. Ну, это красиво скрывается фразой военной инфраструктуры. Вот где они в Белгороде нашли военную инфраструктуру? Но ведь этот подкорь ничего не опасается. Ничего не опасается Борис Джонсон. Ничего не опасается приезжающие нынешние европейские клоуны, ни за что не отвечающие на территорию Киева и Одессы. Почему мы не наносим удары? Мы пытаемся сделать что? Мы опасаемся чего? Мы опасаемся, что в результате наших ударов погибнут эти ничтожества? И что? С чего мы решили, что если мы нанесем удар, в результате которого, напомню, мы нанесем удар по территории нацистского государства, виновного в гибели немалого количества мирных граждан России. Того государства, по приказу которого проводится теракт в нашей стране. Мы воюем с нацистами и террористами. В чем проблема? Мы не уничтожаем пирожка Будану, мы не уничтожаем всю эту свору террористов, мы даже их не признали до сих пор террористами. СБУ и прочих, ГУР. А они являются абсолютно... Они не скрывают, что они террористы. Они гордятся проведенными терактами. И мы никак не реагируем. Вся эта истерия свідчить лишь про одно. Путин загрався. Допомоги від Заходу и дій наших спецслужб вони бояться, як чорт ладану. А це означає, що ми на правильному шляху. Ну и россиянам. Одним реченням перекажу послання Путіна. Мы начали СВО, чтобы в России не осталось никого. Тож, думайте. Тут у нас совсем Макрон сошел с ума. Тобто ему хочется посмотреть, как Париж сгорит в ядерном ударе. Ядерная война. Быстренько все умирают и начинаем опять с нуля. Заявление о посылке войск НАТО на территорию Украины это в первую очередь, по идее, заявление о посылке американских войск на территорию Украины. Они заходят нам страшно мы в плен? Нет, они... Они заходят нам страшно мы сделка и отдаем что, Москву? Ох, і додала тревожності окупантам та пропагандистам заява президента Франції Макрона. Він допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча й наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. Але російським пропагандистам достатньо було лише почути війська НАТО в Україні. Срочные новости. І так, ще один Рубикон пройдет. Президент Франції Эммануэль Макрон допустил, що на Україну можуть бути відправлені війська НАТО. Цель? Не дати России віграти війну на Україні. То є то, що ще нескільки недель назад ми би с вами отнесли в разряд научной фантастики сьогодні реальність. Прем'єр Словакії Фитц уточняє, що сразу несколько стран Североатлантичного альянса рассматривають можливість відправки військ на Україну. Кремле заявили, якщо НАТОвський сапог офіціально вступить на землю України, війна России і Североатлантичного альянса стане неизбежна. Выводи два. Первый. Дело пахнет Третьей мировой. Второй. ВСУ більше неспособно удерживати територію самостоятельно, і дело все равно пахнет Третьей мировой. Хочется верить, що именно страх стати провокатором или соучастником новой Большой Войны в Європі, который, несомненно, перерастет в ядерную войну, заставил канцлера Германии Шольца отменить передачу дальнобойных ракет Таурус Украине. Киев, я напомню, грозился атаковать этими ракетами объекты за пределами Крыма, то есть речь может идти об ударах по ядерной триаде России, например, по объекту с пусковыми шахтами баллистических ракет. Таурусы как раз и предназначены для пробития глубоких бетонных укрытий. А у Зеленского ума хватит, ему терять нечего, кроме денег, главное, что называется, успеть убежать до ядерного удара, который Россия нанесет несомненно в качестве ответа на провокацию. Что-то у нас совсем Макрон сошел с ума, он теперь, оказывается, требует поражения России, не исключает возможности участия сухопутных войск НАТО. То есть ему хочется посмотреть, как Париж сгорит в ядерном ударе. Ой, ну куди ж ви без ядерної добіни? Саме через те, що у Мавпи є граната, західні політики і обережні у своїх заявах. А тут Макрон і справді, як грім серед ясного неба. Ми, звісно, не проти західного військового контингенту, він би дуже допоміг. Але обговорення не означає відправку. Та й генсек НАТО Столтенберг, мабуть, вже почув істарику Кремля, я просто механічно не розумію, як може виглядіть ввод НАТОвського контингента на територію України, приєтам совміщенне з жиланням не воювати з Росією. Вони заходять, нам страшно, ми в плен? Вони заходять, нам страшно, ми зілка і віддаєм що, Москву? Ну, непогану ти зілку пропонуєш Скобеєва, але ваша Москва і даром нікому не здалася. Хіба що капітуляцію підпишете? Вони считають, що вони нам прийгложуть нікую зілку. То є, вони введуть війська на Україну і скажуть, ребят, а зачем нам воєвати? А давайте договоримся, кому, що. І спокійно поділим територію. Вони хочуть вариант по принципу вам капля на море. Ну, вот вам Крим, сухопутний мост, ДНР, ЛНР. А остальну Україну ми забираєм себе. А на остальну в Україні ми завтра поставимо ракети в Харькові в Сумах, які будуть представлять прямую угрозу для всей европейской части нашей страны. Не только это, вони не глупі люди, вони разрабатують і другий вариант. Ага, якщо це не получится, ну, давайте хотя бы виторгуємо себе лучші тери услові. Всю правобережну Україну нам, НАТО, а на левобережній Україні, например, оставим себе зазор в виде Чернигово, Полтавы, в идеале Днепропетровска, как такой плацдарм на левом берегу Днепра, который все время будет для нас угрозой. То есть они хотят повторить то, примерно, что сделали поляки в 1920 году по итогам Советско-Польской войны. Провели западную границу, поделили Восточную Европу, но рядом с Минском и рядом с Киевом. Вот они хотят примерно зафиксировать будущую границу так, чтобы она была максимально невыгодна России и максимально приближена к нашей территории. Скажите мне, а это уже весняное загострение? Или прогрессирует Путин головного мозга? Бо больше маячной я еще не слышала. Но не берите терпения, потому что еще одна версия из брехливых ротов вылезла. Потому что план максимально рисковый, надо очень тонко чувствовать русского человека, а они нас не понимают вообще, они вводят войска, звучит предложение, мы отвечаем нет. Ядерная война, быстренько все глубокое убеждение, что мы не пойдем на ядерную войну. Так я понимаю, с чего вдруг? А с чего вдруг? Они это решили по простой причине, почему они так себя ведут с нами нагло. Украина обстреливала ваши города, они говорят открыто. Вы толком на это адекватно не ответили кровавыми ударами по Киеву и по Чернигову. Ну и тут значит будете вести переговоры, они мыслят линейно. Уж если вы не ответили Украине, отвечать, вот это суть их мышления. Они видят мир так, поэтому надо готовиться, что они сначала думаю, кстати, вот войск НАТО. У меня логика ясна, но когда ты мыслишь линейно и пытаешься линейно уничтожить российскую экономику, она как птица фенис наоборот. А это поэтому они истерят, что это не укладывается в картину мира. Но здесь ты пытаешься рассуждать линейно, на карту ставишь вообще всю планету. Ну так на 50. А что такое войска НАТО? Вот давайте подумаем, что такое войска НАТО? Это ведь вовсе не обязательно войска американские или французские. Это для начала могут быть польские войска, которые они пробно введут во Львов, ровно, например, и в Ковель. И скажут, а это не НАТО, это Польша сама тут инициативу проявила. Посмотрят на нашу реакцию. Могут везти румынские войска куда? В старые территории, которые когда-то принадлежали Румынии. Я правильно понимаю, что надо превентивно им все объяснить? Чтобы дальше не вести эту дискуссию? Именно так. Или согласиться с тем, что Польша, Румыния, Венгрия отрежут куски от Украины. Все вот эти громкие заявления о том, что сейчас мы кого-нибудь куда-нибудь может быть отправим, правда заявление предельно неконкретное. В будущем исключать ничего нельзя, дословно сказал Макрон. В принципе, такую фразу можно применить к любому вообще вопросу. В будущем исключать ничего нельзя. Но я бы не относилась к этому легкомысленно. Он вбросил, никто не шокирован, все в целом согласны подумать. С логикой о том, что часть европейских партнеров готова начать делить Украину по-серьезному, я, пожалуй, соглашусь. Это их естественная реакция с точки зрения их логики на те успехи, которые Россия сейчас демонстрирует. И те неуспехи, которые демонстрирует Украина. Они и раньше были абсолютно уверены, что все, что делает Россия, это исключительно для завоевания территорий, потому что они всегда так делают. И это их логика мышления. Поэтому, конечно, они боятся не успеть. Для этого нужно и полякам куда-то зайти, может быть, еще румынам куда-нибудь тоже забежать. А, он воно что, Европа просто хочет окуповать украинские территории. Так а чему тогда такая эстерика? Я не понимаю, чему другая армия света боится какого-то европейского контингента? Не следует исключать. Вот в сегодняшней обстановке я бы уж точно не стал чего-нибудь исключать. На мой взгляд, заявление Макрона является, с одной стороны, следствием несамостоятельности. То есть, кто-то его попросил это озвучить. И сам статус Макрона, как неофициальное лицо в НАТО, один из европейских политиков, ну, вроде сказал и сказал, посмотрим, как на это отреагируют Россия, другие страны, французская общественность, общественность Европы, мировая общественность, собственно говоря, американские избиратели. Потому что заявление о посылке войск НАТО на территорию Украины, это в первую очередь, по идее, заявление о посылке американских войск на территорию Украины, конечно, в единичных экземплярах, они там находятся, безусловно. Но чтобы это сделать, как говорится, в массовом порядке официально, это совсем другая история. Я не исключаю, да не исключаю вариантов о том, что может быть французские какие-то контингенты могут быть использованы. Хотя, знаете, французы достаточно активно в виде наемников присутствуют на территории Украины. Французы даже под прикрытием некогда гуманитарных миссий привозили те же ударные беспилотники, занимались разведкой, снабжением какими-то дополнительными поставками либо инструкциями. То есть они присутствуют и присутствуют на территории Украины. Поэтому в данном случае, знаете, существенной разницы в этом, в общем-то, нет. Хотя, вот это такая вот красная линия, которая может просто, скажем, дать дополнительные возможности нам, чтобы уже откровенно в гуманитца вивжить своими червоними лініями. Бо вони вже, бачу, давно перетворилися на коричневі. Ніхто з країн НАТО вводити свої війська до України не збирається. Ми навіть не ведемо подібних перемовин. Про це сказав президент Зеленський, відповідаючи на моє запитання. Україна підписала безпекові угоди з Британією, Францією, Італією, Канадою, Данією. І кожна з цих країн зобов'язана підтримувати Україну, надавати військову допомогу на 10 років. Але жодна з цих країн не готова вступати на бік України у війні, якщо повторне вторгнення відбудеться. Скажіть, будь ласка, чи ведеться питання з цього приводу? І нещодавно було інтерв'ю колишнього посла України Великій Британії при Стайке, де він говорив, що саме Лондон розглядає подібне рішення, щоб відправити своїх солдатів до України. Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на територію України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніше безпекові гарантії, то відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п'яту поправку. Якщо так станеться. Хоча і з досвіду те, що ми бачимо жодної з країн, які в НАТО, на жодну з них Росія не нападає. Коментувати посла складно, не бачимо інтерв'ю, може він щось знає. Якщо дійсно британців вже тут, прекрасно. Про те, що армії НАТО не воюватимуть проти Росії в Україні, а саму загрозу прямого зіткнення Альянсу і РФ треба у будь-який спосіб уникнути, заявляли майже всі лідери провідних західних країн. Бо РФ є володарем одного з найбільших ядерних арсеналів, а тому пряме зіткнення з НАТО створює вкрай високу загрозу ядерній війні. Але ж з іншого боку, можливо, західні спецслужби щось знають про стан російської ядерки. А що касається Макрона, то ну, треба йому прямо спросити, господин президент, ну, ви же своїми подобними дістами, во-первых, без всякого преувеличення втягивайтесь в свою краю в войну, цілі которой, воєнно-політичні цілі, які ви толком навіть не можете сформулировати, і своїми же дістами ви, ну, ви піднімаєте шлагбаум, піднімаєте шлагбаум перед приміненням тактичного ядерного війську. Заява Макрона схожа більше політична та спрямована на те, аби країни НАТО зробили потужний ривок підтримки України. Бо інакше нам із Росією доведеться воювати самим, пояснює слова Макрона. Хочеться вірити, що це спрацює. Любая підготовка ведеться к предыдущій війні. Как будет выглядеть следующее, не знає, конечно, ніхто. Для того, для того, для того, для того, щоб изучити, як вона буде выглядеть следуюча, я вам сейчас розказую, як вона буде выглядеть. О, Господи. Вот вона буде именно так постепенно буде входить. Далі. Значит, вони отчетливо понимають, що таке плавне вводення, ход, вхождення в цю війну приведет к значительным потери. Поэтому вони готовяться к применению ядерного оружия. Поэтому Зеленський говорит про ядерное оружие. Я хочу напомнить, він говорит про ядерное оружие і в 22-м году, і в 23-м. Ядерное оружие тоже, вони предполагають, буде использоваться поэтапно. В первоначалі це може бути в виде грязной бомби, де це розпилят. Якоби, злучайно залишло разрушення якогось контейнера з радиоактивними елементами. Потім може бути приймена малогабаритна ядерная бомба, котре буде использована, коділося у американців, і вони спокійно її дадуть либо українцям, либо натовцям. У американців є концепція так называемой ограниченной ядерной войны, войны, театра военных действий. Ім не жалко ні Україну, ні Польщу, ні Германию. Американцы в эту войну ввязуватися не будуть полномасштабным объемом. А вот здесь вони можуть повоевать. І вряд ли це дело пойдет за пределы ограниченной ядерной войны. І вони отчетливо понимають ці последствия. З вами пытаємося проаналізувати, як начнется ядерная война, а мир прямо в ці минуты делиться на две части. Ктось присягає идею отправитися на Украину, а кто-то стремительно пытається відкреститься від цієї ідеї. Вот Фіцца я показала, прем'єр Чехії. Заявила, що не йдет даже речі об відправці чешських воєнних на Україну. Молодець. Так, ще раз. Ядеркою погрожує всім Росія, а ядерну війну готує Україна, в якій навіть немає ядерної зброї? Щось не дуже вийшло з брехнею. Ге ж. Готовят буквально население Харкова к освобождению второго крупнішого города України. ЦРУ, конечно, лоханулась по повної програмі. Я, знаєте, лично знайом з директором ЦРУ Уильям Бернсом. Два роки повномасштабної війни, про які на російському зомбоящику ані пари з вуст. Як кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни, Кремль просто не хоче привертати зайву увагу до невдач у досягненні своїх цілей так званої СВО. Але все ж один експерт не стримався і прямо про це заявив в ефірі. Росія за два года не сумела реализовать не одну із целей заявлення 24 февраля Два року. Ні одну. А у нас було как-то это говорено? Возьмите текст выступлений Владимир Владимировича Путина и увидите... Освобождение Мариуполя это достижение? Мариуполь это не цель. Цели были другие совсем. Если вы прочитаете внимательно то, что говорили... Я помню, но там не было указано, что дати такой-то, Андрей Владимирович. Я понимаю, да, что это сам... Ну раз вы это понимаете, зачем тогда вы так говорите? Это есть фактура, что те цели, которые не были... Андрей Владимирович, там не было указано никаких дат. Так наша специальная военная операция продолжается. Я еще раз говорю, да. Именно поэтому война будет продолжаться еще очень долго. Странно говорить. А вот приятель ваш Баррель говорит три месяца. Это немножко другое. Звісно, після тимчасового захоплення окупантами Авдіївки у них эйфорія. Кремлійськие пельки вже знову розбріялися про Київ та Харків, що ж почали суперечити самим собі. Украінська нардепка Устинова готовит буквально население Харькова к освобождению второго крупнейшего города Украины после города Київ с миллионом населения. Истерику подхватила мэр Харькова. Воростерихов он заявил, что в городе чувствуется определенное волнение касательно перспективы наступления армии России. Ощущает его и рынок недвижимости. В Харькове паника. Квартиры там уже распродают с большим дисконтом. Сейчас решившие уехать из города украинцы пытаются сбыть жилье за полцены. Официально 50% минус. Однако риэлторы предполагают, что скидки могут быть и большей. Почему вдруг неожиданно столько разговоров про Харьков? Почему на той стороне я имею в виду наш враг фактически анонсируют, ну как они говорят, наше взятие Харькова, по-нашому освобождение Харькова? Я приводила тоже невероятные, на мой взгляд, данные, что квартиры в два раза подешевели. Ну то есть народ начинает исход, понимая, что что-то случится. А Скабєєва не хочет пояснить, чому харьковьяни распродуют свои квартиры, если они, за словами самой Скабєєвої, с нетерпением чекают на Россию. Ну, хоть бы уже не ганьбилися та не палилилися. своим любимым, своим любимым, а потом своим любимым делают мастерски, давят на жалость западным хозяевам, которые там все прилеты пришлись, так же они говорили. Вопрос, что называется риторически, для успокоения, при этом лично Зеленского оказывается, в Киев тайно приезжал глава цару Улим Бернс. Что за успокоительное он привез, не сообщается, про оружие не говорят, но судя по заявлениям самого Зеленского, ему подвезли порошок. Сразу после встречи с Бернсом президент Украины организовал еще одну скотку, но уже для западных СМИ. На сборище под названием Форум Украины-24 он фактически сразу же сообщил, что в России получали планы контрнаступления Украины еще до их реализации. Отсюда говорят все наши проблемы. Ну то есть крот в высшем командном руководстве. Вариант 2. Это или Залужный, бывший главком, или Шаптала, бывший начальник Генштаба, уволенный вместе с Залужным. Ну то есть Зеленский таки нашел себе козлов отпущения. Бачите, пропаганда утрималася від коментарів щодо 2-ї річниці початку путинського вторгнення, але точно не утрималася від коментування пресс-конференції Зеленского та візиту західних лідерів до України. Заздрість, говорить, сама ж за себе. Бо до Путіна, що хіба таліби приїдуть? А що стосується Залужного та Шаптали, то цих прізвищ навіть не лунало з вуст президента. Не те, щоб їх ще зрадниками називати. Але Скабєєва та її компанія майстри з перекручування інформації. Залюється, про пресс-конференцію, почнем, навіть, з контрнаступлення. Начало контрнаступлення, і, як він заявив, на столі Кремля лежали документи, фактически. Я вам об этом сейчас сказала. Тобто тобі дали деньги, а у тебе украли даже документи. Нам надо полагать, що там, видимо, є кроти, навіть, але. Тільки знаєте, що я хочу вам сказати? На самом деле, весь режим Зеленського це кроти-сатанисти, які роють туннель в ад для всіх українців. Вот ця банди, ця банди згодів. Завернули. Кроти-сатанисти. Кроти-сатанисти, на самом-то деле. Я просто напомню, Оля, в момент, еще до начала контрнаступления из каждого украинского утюга вещали вот эти вот кроти-сатанисты, которые рассказывали, где, когда, в каком направлении, с каким вооружением они пойдут, чем вводили в ступор российских военных экспертов. Це і є та невдала інформаційна кампанія з дискредитації влади та ЗСУ. Витрачають на нея купу грошей, та все ж марно. Але найбільше за діла російських пропагандистів цифра про втрати українських військових, яку вперше за час полномасштабної війни озвучив Зеленський. Бо він одним махом розвіяв брехню россиян. По данным Минобороны России, еще в декабре 2023 года потери ВСУ превысили 383 тысячи. 31 тысячи это не показатель. Это цифры где-то начала 2022 года. Может быть, Зеленский просто нашел старый доклад и думал, что наконец-то его стали держать в курсе о том, сколько потерь происходит на Украине. 383 это наша цифра. За рубежом называли цифру под 500 тысяч. Но это ж только погибшими. Есть еще без вести проектовшие. Есть те, которые никогда не вернутся на фронт, потому что они стали инвалидами, хотя их тоже гребут на фронт. 31 тысяча за два года, согласно статистике, 800 убитых в сутки. 800 убитых в сутки это данные, которые, если помножить на количество дней за два года, превышают данные Зеленского в 200 раз. Ну и еще одна новина, которую, ну, очень жваво обговорят российские пропагандисты. ЦРУ из России сразу 12 секретных баз, в которых в том числе координируются террористические удары по российскому тилу. Россия хорошо известна, что ЦРУ и другие американские ведомства начали активно работать на Украине, только что заявили в Кремле. Все больше вопросов до этой газеты. Видание и справді утверждает, что ЦРУ створило в Украине вздовши российского кордона 12 секретных баз после начала гибридной войны в 2014 году. Газета вважает, что приблизно через два года ЦРУ начало подготовку украинского подраздела «Загин-22-45», который перехопливал российские дрони и передавал их американцям. Одним из офицеров этого подраздела как бы глава Гурбуданов. И начебто самая активная співпрация Украины с ЦРУ была одной из причин, почему Путин решил начать вторгнение. То есть, читается под текст, мовляв, как бы не ЦРУ в Украине, то войны не было. Друзья, будьте внимательны, что читаете, бо иноземные ЗМИ не впервые зашивают у своей статье меседжи, которые вигадны Росии. Про ЦРУ и все эти дела. ЦРУ ЦРУ, конечно, лоханулось по полной программе. Я, знаете, лично знаком с директором ЦРУ Уильям Бернсом, поэтому могу ему по старой памяти сказать, дорогой Уильям, не хотите уволить того, кто вас там подставил? Вас это знакомство не дискредитирует? Где встречались, о чем говорили? Нет, потому что он, Уильям Бернс, он, как ни странно, в этой ситуации считается относительным голубем в аршиве в аршиве руководстве. Мне кажется, он вас все-таки обработал. Неизвестно, кто кого обработал. Это же так. Ну, конечно. Он всякий раз говорит, что посидел, но не из-за вас, говорит, из-за Путина. Это у него прям присказка. Я говорю, почему такой старый и седой? Это, говорит, меня Путин помотал, пока я работал в Москве. Скажу честно, это он тонко говорит, он посидел не за Путина. Из-за старости, да? Возраст, наверное. Это умный человек, он может, ему ум там сидит. Так вот, я рассказываю, как они лоханулись-то. Давайте. Значит, у них какой план был? Ну, знаете, Конгресс республиканцев, Дональд Трамп побеждает, Дональд Трамп говорит, те, кто республиканцы, значит, будут не слушаться меня, я скажу за них не голосовать, и вы все, так сказать, в Конгресс не попадете. Значит, в результате они не голосуют, но Байден, так сказать, они сядут в администрации, говорят, надо что-то делать, надо что-то делать. Бернсу, ну, давай, говорит, подключай своих этих самых, дайте какую-нибудь учечку красивую, покажите, что вот там нам нужно все это делать, те, может, часть бюджета уже там вам пойдет, сырушникам тоже на все это делать. Давайте помогите. И вот они придумали. Ну, что они показали? Значит, вот у нас вот эти базы, они говорят, ну что, режим этот украинский наш, полностью проамериканский, нам служат, мы его полностью используем. Как мы х***нулись, буквально 10 секунд. Объясню. Хочусь, с вашей терминологией. Полностью подтвердили, полностью подтвердили то, что говорим мы все эти 10 лет. Это так. Украина оккупирована Соединенными Штатами Америки, это представляет угроз нашей безопасности, поэтому мы начали с его правильно. ЦРУшники там работали. И работали с самого, ну, как сказать, начала, основания этой независимой Украины. А после 2014 года, вот как рассказывают мне мои друзья, которые еще с прежних времен остались, которые в Киеве сидят и которых там сейчас никуда не выпускают, но которые там постоянно общаются и с журналистами, и со всеми. Весь Киев забит, все рестораны, они продолжают быть забиты американцами, англичанами, которые сидят там, пьют пиво, и которые там в этих боевых группах постоянно работают и тренируют вот этих самых украинских студентов. До речі, окупанти чомусь таки досі не показали жоден з бункерів ЦРУ на кордоні, коли перейшли його в шести областях України. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся информационної гігієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор